МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я рада приветствовать вас на телеканале «Импакт» Программа «Влияние». Меня зовут Нелли Мертес, и этот час мы проведем вместе с вами. Тема сегодняшней беседы – этика пророческого служения. Библия показывает нам заботу Павла о дисциплине пророческого служения. В 14 главе 1 Коринфянам Павел подчеркивал новоиспеченной церкви Коринфян о тактике и культуре пророческого служения и поведении пророков. Нам очень важно осознавать, что главная цель пророческого служения – передача вести от Бога. Если мы понимаем, что цель и суть пророческого изложения – передача вести от Бога, то мы постараемся оставаться в тени. Наша задача – направить внимание слушателя на откровение. Значит, нам надо сделать всё возможное, чтобы не отвлекать слушателя от слышания Божьего, Божьей вести и восприятия этой вести. Какая бы культура ни бытовала в стране, цель Божьего откровения остаётся неизменной – обличить, утешить, ободрить, корректировать, наставить, направить свой народ. Но как происходит процесс передачи вести – это зависит от нас. В стихе 29-31, 14 главе 1 Коринфянам Павел пишет «Один пророчествуй, другой молчи, а остальные пусть рассуждают о теме откровения». Итак, что делает слушатель во время пророчества? Первое – слушатель замолкает. Второе – он внимательно слушает. Третье – анализирует. Четвёртое – запоминает. Пятое – записывает, чтобы обсудить. И шестое – исполняет. Мы не должны кричать и молиться во весь голос, когда начинается пророчество. Всем нам надо замолкнуть и вслушиваться в вести Божии. А что необходимо делать пророку, когда приходит вдохновение в молитве? Кричать и надрываться во весь голос, чтобы остальные его услышали? Нет! В светском обществе есть правила культуры и этики. Тем более они должны быть в церкви. Бог есть Бог порядка и устройства. Павел неоднократно говорит о чинности. 1 Коринфянам, 14 глава, 40 стих. «Всё должно быть благопристойно и чинно». Словарь Ожегова объясняет понятие «чинно» соответственно общепринятых правил. Это его лексическое значение. Есть несколько правил, охранящих нас от хаоса, которые необходимо воспринять и усвоить каждому пророчествующему, чтобы служить к миру и назиданию слушателя. Главная цель пророка – донести весть до слушателя внятно, интеллигентно, не создавая помех своим поведениям. И давайте вместе рассмотрим несколько правил этики. Первое. Пророчествующему нельзя вскакивать во время проповеди. Перебивать проповедника – это бесчестит обоих. И если вдруг пророчествующего посетило вдохновение, и дух его вскипел в нём, нужно тренироваться, сдерживать себя, молясь молча на языках, дождаться окончания проповеди. Или подойти и доложить пастору о том, что он готов послужить даром пророчества, как только ему будет предоставлена возможность. Второе правило. Нельзя во время пророчества давать много места своим взбудораженным эмоциям. Дисциплинируйте себя. Не тряситесь, не дёргайтесь, не качайтесь из стороны в сторону, не бейте конвульсивно руками о стулья или ногами о пол, не трясите грозно кулаком перед душами слушающих. Третье правило. Нельзя в индивидуальном пророческом обращении к молящемуся толкаться, теребить его руками, бить в грудь, по плечам или по голове, и тем более в живот. Я говорю эти правила из моей собственной практики и опыта. Я часто испытывала эти неправильные элементы в пророческом служении со стороны других людей. Меня трясли, толкали. Одна женщина даже так сильно трясла, что я билась головой об стену, которая была сзади. Я знаю один случай. В одной баптистской церкви, где люди уже были крещены Духом Святым, тоже развивалось пророческое служение, но у них не было опыта, не было практики. И поэтому, когда явились в церкви пророки, начали пророчествовать, их поведение не соответствовало библейскому стандарту. Одна девушка, пророчествуя, выходила на сцену и начинала гладить людей прямо по телу, сверху донизу. Пастор очень испугался такого поведения. Позвонил мне и спросил, Неля, это нормально для пятидесятнического движения, если пророки начинают гладить людей сверху донизу, вот по бокам, а тем более мужчин? Я сказала, ни в коем случае. Это извращение, это совершенно неправильный дух диктует ей пророческие интересы или пророческое слово, иначе бы она вела себя совершенно по-другому. Вполне возможно, что у нее был правильный импульс от Бога, но не наученная вести себя морально, нравственно и порядочно, она вот так изъявляла свое поведение. Четвертое правило. Нельзя бегать перед клиентом, вытаптывая длинную траекторию. Не кружитесь во время пророческого служения. Если такое обнаруживается, и у вас есть потребность кружиться вокруг своей оси, разберитесь со своими духами. В Индии пророки бесовские кружат, их называют суфи и дервиши, но их источники не связаны с божественным источником никак. Даже пророчества с пророческими действиями всегда должны носить характер здравомысленного, трезвого поведения. Дух Святой не побуждает нас делать глупости, осуждаемые, позорные, неприемлемые в обществе, но мы самостоятельно можем начудить. А потом ссылаемся на Бога и взваливаем на Него вину за безрассудные и унизительные наши собственные поступки. Я расскажу сейчас один пример. К нам приезжали две пророчицы с севера Германии. Во время собрания они качались, тряслись, дергали, шатались, конвульсивно дергали головой или руками. Я спросила их, почему вы себя так ведете? Они говорят, это форма помазания в нашей церкви. Бог так действует через нас. У нас сильное помазание. Я говорю, у нас в Оснобрюке тоже очень сильное помазание, но никто не дергается, не трясется, не бегает, не прыгает. Значит, ваше помазание не связано с библейской основой, потому что Библия не показывает нам такой формы поведения ни в жизни апостола Павла, ни апостолов, ни Иисуса Христа, иначе это было бы отмечено. Таким образом пришлось их остановить, но впоследствии вот эта форма поведения, которая уже являлась признаком духа обольщения и духа притворства, проявилась в том, что эта церковь распалась, потому что их пророки начали говорить ложные вести и довели церковь до полного сокрушения. Я знаю еще один случай. Иногда Господь использует меня в пророчестве вместе с действиями. Как в Библии мы читаем, пророческие действия производил Агав, когда он взял пояс апостола Павла, связал руки себе и сказал, «Вот так поступи с человеком, с тем, кому принадлежит этот пояс». Такие же пророческие действия могут происходить во время пророческого служения, но они всегда тактичны, разумны, целенаправленны, мудры. Господь однажды побудил мое сердце перед тем, как я должна была пророчествовать в обществе, чтобы я проходила между людьми, я сказала им, пожалуйста, поставьте руки так. Я сказала, что Дух Святой хочет что-то вам показать, продемонстрировать. Когда я подходила к каждому, я видела, что у меня в руках поднос, на котором лежали фрукты и разные явства. И движениями руки я выкладывала эти фрукты к ним. Дальше, 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 дальше. Таким образом, когда я выполнила это внутреннее побуждение, которое принес мне Дух Святой, как поступить, чтобы образно показать Божью готовность снабдить нас Его материалом, я начала пророчествовать. До того, как я не выполнила это побуждение от Духа Божия, я не могла пророчествовать. Итак, девятое правило. «Все пророчествующие старайтесь...» Извините, четвертое правило. Я перепрыгнула. «Нельзя в индивидуальном пророческом обращении к молящемуся толкаться, теребить его руками, бить в грудь. Господь дает нам мудрость, как нам поступать». Я приведу еще один пример. Когда-то у нас на особом пророческом семинаре были тоже пророческие действия, была пророческая пантомима. Бог так сходил на людей своей силой, что один из руководителей прославления просто как бы входил в такой частичный экстаз. Он, конечно, полностью обладал собой, он, конечно, слышал все, что творится снаружи, но он ощущал божественное присутствие в такой мере, что чувствовал потребность продемонстрировать руками и своим телом какие-то божественные откровения. Например, иногда он выходил в середину, в круг и начинал своими руками показывать пантомиму, скажем, пантомиму «Жатва поля» или «Битва на военном поле». Иногда бывало так, что даже несколько человек участвовали в этом пророческом действовании. Даже меня Бог иногда употреблял. Было так, что мы все стояли в кругу, пели и молились на языках. И вдруг Дух Святой сошел в очередной раз на служителя прославления Юрия. Он встал в середине круга, закрыл глаза и начал сильно молиться на языках. Это чувствовало, что особое божье присутствие пришло на него. И тогда вдруг я почувствовала такой прилив духа на меня. Я даже зарыдала. Потом я встала на колени в середину круга. Я не знала, что делается вокруг. Я просто закрыла глаза. Я подняла руки, но вдруг почувствовала, что у меня в руках чаша. Я поставила руки вот так, как будто я держу чашу. Я не видела, что делают остальные. Но я чувствовала сильное помазание божьего присутствия. И Юрий, оказывается, подошел ко мне закрытыми глазами, сделал такое действие, как будто он держит кувшин. И начал наклонять кувшин перед моими глазами. Хотя фактически кувшина его не было. У него в руках не было. Это была пророческая пантомима. Он начал наливать как бы божий поток в мои руки. Я не видела, что он делает. Я только слышала, что он стоит напротив меня и молится сильно на языках. Но когда я держала руки сложенными, я чувствовала, что эта чаша становится тяжелее, 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 тяжелее. В этот же момент другая женщина, сестра, вышла в круг и села, тоже встала на колени, как бы она так присела, держа руки точно так же, как я. Она не сделала это намеренно, не копируя меня, но в ее сердце было побуждение. Юрий подошел и ей наливал поток живой воды в руки. И тогда, после этого действия духовного, вдруг сила откровения сошла на меня, и я начала пророчествовать вести глубокого содержания о будущем, о состоянии церкви. Некоторые моменты были рассказаны для людей, что произойдет. Например, одному человеку было сказано так. Я не знала, кого это касалось. Я говорю, здесь есть человек, который хотел поехать в Америку, но у него нет денег, и поэтому он сказал себе, нет, я не поеду, у меня нет возможности. Но Дух Божий говорит тебе, ты поедешь в Америку, потому что ты нужен там для души попечения. Я все организую. Я даже не знала, есть ли здесь такой человек, который вот с этого маленького круга 20 людей хотел бы отправиться в Америку. Но один сказал, это я, я собирался ехать в Америку, нет шансов. Через два месяца кто-то из родственников не смог полететь в Америку и поэтому подарил ему свой билет. Таким образом, слово откровения исполнилось. Итак, даже тогда, когда Дух Святой использует вас в пророческой пантомиме, вы должны быть здравомысленны. Иногда Дух Святой давал, как бы, как это можно сравнить, как бы такой элегантный танец. Но это не танец, а действия, происходящие наяву. И Юрий или другие служители церкви, которых сейчас касался Господь, показывали в пророческой пантомиме, что делает Господь. Это была или битва, когда он как бы держал меч. На самом деле он говорит, я видел, что я держал меч, и что я рубил врага. Потом были такие моменты, что он видел, что он находится на поле, держит серб и срезает колосья. И Дух Святой в это время пророчествовал через него. Он говорил слова, что происходит в духовной сфере, вокруг города или на нашей земле. Это было всегда очень интересно. Я думаю, что Господь всегда заботится о нас, чтобы мы были здравомысленны, но мы должны сами позаботиться о себе, соблюдать правила культуры. Итак, пятое. Очень важно запомнить. Не плюйтесь в лицо слушателя. Не брызгайте слюнями в пророчестве. Держите себя уравновешенно. Регулируйте дыхание и скорость речи. Не надо выпаливать слова. Не захлебывайтесь. Вздохнули, сказали. Вздохнули, сказали. Откровение никуда не убежит. Не произносите звуки при вдохе. Иначе получаются такие смешные звуки. Я сейчас продемонстрирую. Это неразумно. Это глупость. Это показатель необузданной души. Пророческое помазание не разорвет вас, поэтому регулируйте дыхание. В стихе 32 сказано. Духи пророческие повинуются пророкам. 14 глава, 1 Коринфянам. Это значит, что мы управляем собой во время пророческого веяния. Новый перевод 32 стиха гласит. Пророки должны управлять своим духом, потому что Бог не есть Бог беспорядка, но мира. А в стихе 20 написано. Павел подмечает. Ведите себя умно. Будьте зрелые люди. Это новый перевод. Правило шестое. Лучше всегда пророчествуйте на расстоянии вытянутой руки. Почему? Тем более, если вы простывшие, не передавайте свои микробы в нос клиента. Правило номер 7. Более приемлемый вариант передачи откровений стоит сбоку от слушателя, от человека, которому вы пророчествуете. Тогда вы можете положить ему руку на плечо или на голову, если это дозволено в вашей церкви. Обычно пророчествующий стоит во время пророчества или находится на коленях, но при длительной молитве многие пророчествуют сидя. Видно, что в Коринфе и Израиле тоже сидели в молитвенном бдении. Потому что в стихе 29 Павел говорит «Пророки, пусть говорят двое или трое, а если кому-то другому из сидящих будет откровение, пусть первый тогда замолчит». Здесь вопрос уважения и деликатности играет немаловажную роль. Все должно служить к миру, к пользе и к устройству. Это принцип апостола Павла и принцип Евангелия. Правило номер 8. «Мы живем в развитых странах, где и этика, и культура играют важную роль. Учитывайте это, обедая перед собранием. В день богослужения не ешьте чеснок. Не дышите намалящихся крокодильным запахом или кофейным перегаром. В Германии людей увольняют с работы из-за запаха чеснока, а в церкви нам приходится все терпеть». Дорогие пророки, осознайте, что мы не только духовные существа, но мы еще и во плоти. Соблюдайте правила вежливости. Думайте о своем соседе, приятно ли ему рядом с вами. Или он уже задыхается от запаха ваших гнеющих зубов и мечтает только об одном, чтобы вы побыстрее замолчали. Дам совет технического порядка. Чтобы устранить неприятный запах во рту, полоскайте зубы содой, солью или прополюсом, растворенной настойкой прополюса. И главное, пейте много воды. Все ораторы знайте, «За один час произнесенной речи мы испаряем пол-литра влаги». Восполняйте свои физические нужды в жидкости, и вам будет легче пророчествовать. Сделаю это. Тогда разум станет яснее работать. Память выдаст вам правильные слова для объяснения темы, для изложения божественной мысли. А в качестве презента, дорогие слушатели, дарите вашим пророкам мятные конфеты, и вам будет легче жить. Правило номер девять. Все пророчествующие старайтесь пользоваться дезодорантом и духами, особенно в жаркое время. Не испытывайте терпение соседа своим разящим запахом. Пророчество несет в себе большую эмоциональную нагрузку, вызывающую напряжение чувств. И вы нагреваетесь намного быстрее, чем остальные в зале. Поэтому дам бытовой совет. Берите с собой салфетки на богослужение, смоченные крепким раствором пищевой соды, и вы вмиг избавитесь от запаха под мышками. Немцы очень принципиальны в этом вопросе. Они переодеваются по два раза в день. Поэтому немцы ездят на недельную конференцию с двумя чемоданами сменной одежды. Правило номер десять. Я хотела бы поговорить о силе звука. Как вы думаете, как громко надо выкрикивать пророчества, чтобы тебя все услышали? Я думаю, разумнее подойти и взять микрофон. В маленьком кругу подайте ведущему знак рукой, и он успокоит шумную молитву. Берегите голосовые связки, они не восстанавливаются. И главное, не пугайте народ истерическими выкриками и грозными выкриками «Вы же не в армии на плацу!» Я расскажу один пример в нашей церкви на пророческую школу явился англичанин. Он говорил хорошо по-немецки. Он попросил разрешения у ведущего спеть пару песен. Он не сказал, что он собирается пророчествовать. И когда он спел две песни про славление, так приятно пел, он начал так себя странно вести. Он подошел к одному из людей, положил гитару и начал просто выкрикивать пророческие изречения. Да так истерически, что все испугались. Особенно та девушка, которую он пророчествовал. Я очень-то уже забеспокоилась. Я спросила, «Бог, что происходит? Пророчествует ли этот человек от Тебя? Послан ли он Тобой? Или он занимается самодеятельностью?» И Дух Святой сказал мне, «Это чуждый дух, это чуждый огонь». Я сказала, «Господь, а как же остановить это поражение?» Он не говорит, наш учитель не говорил по-немецки. И поэтому я просто взяла микрофон и стала громко молиться, чтобы этот пророчествующий понял, что мы сейчас не нуждаемся в его пророчестве, что мы не можем его использовать. Так что мы должны быть благоразумны в любом действии пророческом. Я расскажу еще один пример. Я была на одном женском собрании в одной большой стране. И там было, наверное, человек 200. Удивительно. Но на этом собрании люди очень громко молились. Германия намного тише молится, чем в этой стране. И я была вызвана назад в коридорчик по какой-то причине, вероятно, для того, чтобы за кого-то индивидуально помолиться. И я слышу, впереди такой истошный вопль. Я думаю, что это такое? Почему женщина так сильно кричит? В этой церкви не было служения освобождения. Но я подумала, наверное, все-таки здесь молятся за освобождение, если такой истерический крик. От любопытства я пошла вперед. И что я обнаружила? Я обнаружила, что это пророчествовал пророк с таким истошным криком. А рядом лежал микрофон. Я подумала, зачем они так делают? Они только нарушают интерес к пророческому служению, отвращают интерес к пророческому служению. Во-первых, надрывают свою глотку. Так что Бог дал нам разум, и мы должны пользоваться этим разумом, чтобы правильно поступать. правило номер одиннадцать. Все пророки и служители учите родной язык. Займитесь риторикой речи. Не имеет значения, в какой стране вы родились. Важно, на каком языке вы говорите теперь. Как вы пророчествуете? Вас часто невозможно понять, что имеет в виду Дух Святой. Так как у вас такие запутанные изречения. Иногда вы настолько безграмотно выражаетесь, что вашему тексту можно придать два-три значения. Проповедники учатся по три года, чтобы наставлять людей доступным языком. А пророки хотят стать грамотными с потолка. Их вообще не интересует точность изложения. Они говорят, Дух Святой дает нам готовый текст, и мы за него не отвечаем. Это неправда. Мы отвечаем за наши речи. Дух Святой дает нам понятия, мысль, дает суть, дает сжатый объем информации, дает нам весть. Но кто ее облекает словами? Мы, пророчествующие, используем разум и облекаем ее словами. Как вы выражаетесь в быту, так же будете излагать и пророчества. Если у вас для всех понятий используется одно и то же прилагательное, то для слушателя мало пользы от вашего пророчества. Например, я слышал, как один человек говорил, сильный ветер, сильная буля, буря, сильный совет, сильное действие Божие. И все время любой фактор отмечался слово сильным. Сильная ситуация. Конечно, мы не можем требовать грамотности со стариков, если у них трехклассное образование. Но, молодые, заботитесь о точности изложения текста, и Бог мира да будет с вами. Сейчас я хотела бы поговорить с вами на свободную тему. Как Бог выражает свои откровения в жизни? И что нам нужно сделать для того, чтобы подготовить себя к пророческому служению? Самое главное, мне часто задают этот вопрос, что нужно сделать, чтобы Бог использовал меня? Самое главное, я должен подготовить свой сосуд. направить свои мысли к Богу. Для чего я хочу пророчествовать? Хочу ли я выпить из себя? Хочу ли я занять первое место? Хочу ли я, чтобы меня уважали? Очень часто люди, обделенные, люди, обиженные судьбой, говорят, я хочу быть пророком. Я говорю, а что заставляет тебя быть пророком? Ну, понимаете, тогда меня все будут уважать. Вот я смогу ездить так далеко, как ты. И человек не понимает, что пророческое служение это тоже большая нагрузка, которая требует очень большой внимательности, очень сильной отдачи. Чтобы подготовить свой сосуд к пророческому служению, нужно несколько важных ступеней пройти в жизни. Первое. Я не могу пророчествовать, если я не рожден свыше. Я уже много встретила людей, которые говорят, я пророчествую с детства. Дорогие, это самообман. Мы не можем пророчествовать, если мы не покались, если мы не приняли Иисуса Христа, если мы не рождены свыше. Второе. Мы не можем пророчествовать, если мы не наполнены Духом Святым и не молимся на новых языках. Очень часто в баптистских церквях я встречала людей, которые говорят, я не имею крещения Духом Святым, но я все равно пророчествую. Я говорю, я думаю, ты заблуждаешься. Или ты имеешь крещение Духом Святым, но не позволяешь себе молиться на новых языках, или ты вообще имеешь другой источник, демонический источник. И часто выясняется, что люди в разных динаминациях, которые не говорят на языках, но пророчествуют, имеют действительно источником Дух обольщения. Дух обольщения может войти в человека по наследству. Когда я раскапаю эти проблемы, мне очень часто приходится разговаривать с людьми обольщенными. Иногда Бог посылает меня в церкви, где есть сильное обольщение, или производит встречи с людьми, которые обольщены ложным откровением, ложными пророческими действиями. И когда я выясняю их проблемы, обнаруживается, что этот человек где-то по наследству еще имел провицательские способности. И когда он пришел в церковь, он проявил свои способности, никто его не проверил, и все начали говорить, это великая сила Божия, этот человек имеет духовную интуицию, глубокое знание, он смотрит заглянуть в будущее. Неверующие это называют прорицательство или третий глаз. Мы должны быть очень внимательны, когда мы пользуемся какими-то сосудами. Мы должны выяснять корень происшествия дара. Это очень важно, чтобы мы не попали в обольщение и заблуждение. Очень часто бывает так, что люди имеют крещение Духом Святым, но боятся молиться на новых языках, потому что они научены, и поэтому они частично имеют помазание, но не пропускают действия Святого Духа. Поэтому с этими людьми надо заниматься, откуда пришел источник. К нам в церковь пришла женщина, она была совершенно с другой церкви, и она говорила, я уста Божий, Бог использует меня. Я начала с ней глубоко заниматься, вела душу по печенью. Я сказала, ты пока не пророчествуй в нашей церкви, давай мы понаблюдаем за твоей ситуацией, за твоей позицией. Во-первых, настоящий христианин, глубокий пророк, никогда не назовет себя таким великим отменным именем. И я уже поняла, что там у нее есть какая-то фальшь. Я спрашивала ее, чем она занималась в церкви, в которой она была прежде. Она говорит, я пророчествовал, я то и то сделала. Знаете, Господь дал мне такое пророчество, и таким образом через свои пророчества она там разводила стрелки. Снимала пасторов, поднимала пасторов. Я сказала, это вообще неправильное изъявление. Это не может быть пророчество от Бога, потому что такое поведение не входит в рамки пророческого направления. Я попросила ее, чтобы она не пророчествовала. Потом я заметила, что она всем пророчествует только пьедестал. Ты будешь такой великий, ты пойдешь туда. Даже людям, которые не могут два-три слова связать вместе, она пророчествовала пьедестал, и ты будешь великим проповедником. Мы должны быть внимательны к корням. Когда я начала изучать ее проблемы, оказалось, что у ее матери тоже есть душевные проблемы психологического порядка. Она то ли шизофрению имела, то ли эпилепсию. Таким образом, стала ясна причина, что корень духовного поражения перешел по наследству. И когда эта женщина пришла в церковь, она не могла разобраться, что она уже пришла с этими способностями проникать в тайны, но только это не была духовная истина. Это было действие духа лжи и духа обольщения. Также я однажды проповедовала в одной церкви, это было тоже на Украине, где провела тему обольщения в пророческом служении в церквях или действия лжепророческого духа в церквях. И ко мне подошла одна женщина, говорит, у нас в церкви старший диакон, оккультист, и он пророчествует. Я говорю, как это может быть? Это несовместимо. Оказывается, когда я выясняла ситуацию, я пригласила этих людей, это пара взрослая, я пригласила этих людей к себе на удеенцию и сказала, давайте выясним, как глубоко вы понимаете Бога. Я начала задавать встречные вопросы, чтобы понять, откуда пришел источник знаний, знаний, особенно у его жены. Говорили, она все знает, она видит в глубину, она как в воду смотрит. Вот оба эти человека были массажисты. И когда я разговаривала с ними, выяснила, что источником их духовных откровений вообще не являлся Дух Святой. Они тоже перешли из собрания субботников в пятидесятническую общину, но пасторы, не имея никакого опыта, не проверили источник их вдохновения. И вот что выяснилось, это даже страшно подумать. Женщина, которая давала откровения, как она думала, божественного порядка в церкви, оказалась в 12 лет увидела во сне старика, который сказал ей, я даю тебе дар целительства, ты будешь зарабатывать деньги для себя и для всех окружающих тебя, ты будешь питаться сама и кормить все свое родство. Я говорю, вот, дорогая, это первый признак обольщения. Не может быть пророчества от Бога. Твоя позиция не соответствует библейским правилам, потому что пророческое откровение приходит только при двух обязательных базах, при двух обязательных фундаментах рождения свыше, крещения Духом Святым. Я должен стать Божьим детем для того, чтобы Дух Святой мог использовать меня для пророческого служения. Второе, то, что ты получила целительные способности, было ли это как-то утверждено? Она говорит, да. После этого сна, когда ко мне явился старик, она думала, что это божественный посланец, но это не был божественным посланцем. После этого сна был какой-то случай, кто-то на мотоцикл порезал себе ногу, и так сильно мышца была повреждена, что шла кровь. Она подбежала, эта 12-летняя девочка, просто положила мясо назад, провела аккуратно рукой, и появился рубец, как от сварки, вмиг зажила кожа. Это было, конечно, чудотворение, но не божественного порядка. Я поняла, какой в ней сильный противный дух живет, который может поразить человека, и человек даже не осознает, откуда корень ее откровений, откуда источник. Потом она решила, что она должна где-то пройти курсы по медицине, так как как раз в 90-е годы требовалось, чтобы не было шарлатанства, нужно иметь удостоверение массажиста и удостоверение мага, или как там правильно сказать с ее точки зрения, она не считала себя магом. Она поехала в Измайлово, в Институт магии, и для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы получить официальное право и разрешение возвещать тайны. для нас это, конечно, явное демоническое наследие. И когда она приехала в Измайлово в ассоциацию магов, человек, который принимал ее там, сказал ей, вам не нужно сдавать никакие экзамены, у вас такой сильный дух, такой проницающий дух высокого класса, что вы просто можете получить документ о том, что вы маг и прорицатель без всякого утверждения. Идите, я вас отпускаю и вам выпишу диплом. Она сказала, нет, я хочу для себя лично сдать экзамены. В это время она уже была членом какой-то христианской церкви. Она сдала экзамены, ей там было предложено три случая, угадать, где находится шпион, угадать по фотографии, какая болезнь, еще какой-то третий вариант. И она сдала идеально эти экзамены. Когда она приехала домой, она сказала мужу, ты знаешь, как Дух Божий действует через меня, я могу все знать? И вот рассказал эту практику. Муж сказал, ну если у меня жена такая с духом откровения, с духовным откровением, я тоже должен чему-то научиться. И он пошел на курсы экстрасенсорики, будучи членом церкви, субботнической церкви. Пошел на курсы экстрасенсорики, два раза, два раза посетил два разных направления курсов, то есть он сдал экзамены на одном курсе, получил диплом, сдал экзамены на другом курсе, получил диплом. И таким образом он тоже стал, может быть, не маг, но прорицатель высокого класса и целитель высокого класса. Вот такая духовная сущность была у этих людей. Когда же они уже были массажистами, помогали людям, прорицали, делали все возможное в их области, что приносило большие доходы. Когда же они перешли субботнической церкви в пятидесятническую, оказалось, что этот человек имеет высокие лидерские способности. И он очень быстро начал занимать лидерскую позицию. И братья в церкви, порассудив, что это порядочный человек, муж одной жены, прочитали там все пункты, себя ведет хорошо, моральный статус правильный, добрый человек, старается много служить в церкви, и у него есть дети порядочные, которые его слушаются. Значит, по всем библейским пунктам он подходит, мы сделаем его главным диаконом. И они не заглянули внутрь проблемы, хотя многие в церкви знали, что этот человек массажист, и что у него сверхъестественные способности отгадывать болезни, отгадывать диагноз. Но они все равно поставили его старшим в церкви. Таким образом, люди в церкви начали получать поражение, особенно те, кто приходил к ним на массажи, кто советовался с ними. Кто-то как-то подсказал ему, что он должен распрощаться со своими дипломами, потому что он не может быть прикреплен к двум совершенно противоположным источникам. Если он хочет получить крещение Духом Святым, ему нужно отделиться от сатанинского источника. Я говорю, и что ты сделал? Ты поехал на энкаутер или позвал служителей освобождения, чтобы тебе послужили в освобождении, чтобы ты освободился от старой власти, от демонической власти. Он сказал, нет, я использовал индийский метод, я поставил две свечи, зажег их в 12 часов ночи, пригласил своего старого хозяина, демона, я не знаю, не помню сейчас его имя, и сказал, дорогой мой, я прощаюсь с тобой, больше я тебе служить не буду, я перехожу в другую сферу, я буду служить Иисусу Христу. И демон этот создал огромный шум, но сначала предложил ему демон, я ввелся лично к нему, но сначала он предложил ему передумать, он сказал, я обещаю тебе царство, я обещаю тебе деньги, я обещаю тебе высоту, этот человек очень любил быть управляющим, я обещаю тебе больше возможностей и способностей, чем ты имеешь, только останься в моем владении. Он сказал, нет, я перехожу к Иисусу Христу, мне там больше нравится. И таким образом демон создал сильный ветер, прямо косяки вырвал, свечи погасли, и этот человек, дьякон, решил, что он распрощался навсегда с бесовскими силами, но не тут-то было. Если дьявол внешне покинул его внутренне, он хозяйничал в нем, он все еще имел сверхъестественные способности демонического порядка, то есть он имел демонов внутри себя, потом он получил крещение Духом Святым, потом он стал членом этой церкви, ну, конечно, раз он дьякон. Ему понравилось жить с Богом, но он не рассчитался со старыми интервентами, потому что Библия показывает нам, мы не можем автоматически быть освобождены от бесов. Если мы хотим подготовиться к пророческому служению, это один из важных пунктов. Нам нужно пройти служение освобождения, если у нас обнаруживались возможности или способности сверхъестественного порядка. Таким образом, этот человек как бы завуалировался, он стал дьяконом, но все еще продолжал пользоваться силами ада, и поэтому церковь пришла в большой упадок. Люди были поражены демонической силой через этого человека. Но когда пришлось все раскапывать, я служила ему долго в освобождении. Все-таки, в конце концов, он решил отречься от этих демонических влияний, и очень много бесов вышло из него. Но жена была так заинтересована в денежных доходах, что неискренно подошла к этому вопросу, я также служила и ей, но я видела, что в сердце ее затаилась надежда на получение денег, что ей не хотелось расстаться с этими сверхъестественными способностями, которые были таким великолепным доходом в ее жизни. Вы помните, как Павел описывает, вернее, Лука описывает один случай, произошедший с Павлом, когда за Павлом ходила служанка и кричала, «Это сыны Бога Всевышнего, они возвещают вам истину». Служанка говорила правду, это было фактом. Павел действительно был служитель Бога Всевышнего, он действительно возвещал правду, но с тих уст пришла информация, информация пришла из уст ада. Это демон сообщал через нее точную информацию. Такие же моменты бывают в церквях, когда люди попадаются в сети дьявола из-за того, что у них в прошлом где-то был оккультизм. Поэтому третий пункт, как нам подготовиться к пророческому служению. Лучше всего, если вы хотите иметь чистый сосуд, вам нужно пройти служение освобождения. Я не знаю, во многих церквях не принимают это понятие, эту истину, но если вы согласитесь с этим, это в вашу пользу. Хотите увидеть человека, который много раз был освобожден от бесовских сил? Посмотрите на меня. Я 12 раз для себя лично прошла служение освобождения. Это странно звучит для вас, но это факт. У меня тоже была сильная демоническая наследственность вследствие того, что мои предки турки мусульмане, и у меня было очень много бесов, которые поразили меня из исламского наследия. Это был дух антихриста, дух султана, дух скрюченный, дух истерзанный, дух тирании, дух страданий и страха. Дух Святой сам называл мне их названия в процессе освобождения. Так что даже тогда, когда мы видим, что мы хорошие христиане, мы живем позитивной христианской жизнью, вполне может быть такое, что где-то на дне нашей души и нашего тела. Есть гнезда, которые еще держат за собой сатана. Есть позиции, которые он утвердил по наследству, есть позиции, которые он утвердил из-за того, что мы где-то обращались к демоническому миру. Ничего не проходит без последствий. Очень часто христиане попадают в аварии, в шоковой аварийной ситуации, и поэтому из-за того, что воля человека в шоковой ситуации не может защитить себя, человек тоже может быть подвержен демоническому влиянию. Это здраво. Лучше заняться освобождением, очищением и подготовкой своего сосуда к служению освобождения, чем самозабвенно решить, мне ничего не надо, я новое творение во Христе Иисусе, я тоже так думала, я тоже так думала, что я новое творение во Христе Иисусе, жила и находилась в такой церкви, где не было служения освобождения, и потому я много лет страдала от демонического влияния, много лет была обременена демоническими силами, при всем том, я всем сердцем любила Бога, всем сердцем служила Богу, я была крещена Духом святым. Я учила Писание наизусть, я приняла водное крещение, но я постоянно видела, что в моем теле какой-то непорядок. Иногда бывало так, что даже ночью я чувствовала, что в моем рту наддувается какой-то шар. В 19 лет пришел момент очень странный для меня, потому что в 19 лет я уже глубоко служила Богу, и я начала взывать Богу, чтобы Он дал мне дар пророчества. Я говорила, Бог, я хочу мне дар пророчества. Мы с группой людей стали молиться и поститься. Господь дал мне дар пророчества. После трехдневного поста мы взывали, ходатайствовали, умоляли Бога. Но этот дар функционировал очень короткое время в связи с тем, что в моем рту находился какой-то бес, который мешал мне проговаривать пророческие изречения. Вы скажете, что я сейчас несу несуразицу, но я рассказываю вам практику собственной жизни. Уже 24 года я служу в освобождении. Я служу и пророкам, и пасторам, и епископам. Недавно к нам приезжал епископ, и вы скажете, это чушь, это реальность. Я просто не буду называть его имя, чтобы никого не обечестить. Но этот человек действительно нуждался в освобождении, хотя он уже много лет был епископом и пастором, и у него много церквей. Но его тоже преследовали определенные духи, которые тоже пришли к нему по наследству. Например, дух паники, страха, ужасов. И четвертый пункт подготовки нас для пророческого служения – это чистое сердце. Так что, когда мы приводим в порядок свое тело, освобождаемся от демонической зависимости, очень важно, чтобы мы получили от Бога откровения. Какие проблемы происходят от нашего плотского характера? Потому что есть и дела плоти. И какие грехи в нашей жизни являются или имеют под собой источник демонический, демоническую подоплеку? Если я хочу быть использован Богом и быть пророком высокого класса, я должен подготовить три субстанции своего естества к служению – дух, душу и тело. Одно дело то, что я изучала писания наизусть. Практически к 17 годам я уже даже несколько посланий знала наизусть. Но это не мешало бесам атаковывать меня в 19 лет. Ко мне пришел настоящий ужас, вы не поверите. Но из-за того, что я происходила из мусульманского наследия, из-за того, что я в детстве жила в азиатских кишлаках, где мы много раз были подвержены оккультизму, всякому колдовству. Мама даже рассказывала, как это происходило. Где я лично много раз была подвержена влиянию волшебства. Потом я вспоминала эти моменты, Дух Святой мне высвечивал сюжет из моей жизни, где и когда я была подвержена влиянию волшебства. И из-за того, что у меня была такая сильно демоническая наследственность, у меня была открытая дверь. Так что демоны могли запросто атаковать меня. И вот в 19 лет я услышала в своей голове маты. Хотите верьте, хотите нет, это было фактом. Так что это событие вынудило меня пройти служение освобождения. Я удостоверилась, что чтобы во мне действовал дар пророчества, я должна привести все три единицы своего естества в порядок. Хорошо, что у меня высокая мораль. Хорошо, что я люблю Бога. Хорошо, что я постоянно изучаю Слово Божие. Хорошо, что я много евангелизирую. Хорошо, что я много молюсь. Мы много молились, но это не мешало бесам держать меня в плену. Поэтому написано «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Истина освободила мой дух. Она сделала меня новым творением во Христе Иисусе. Но была еще одна истина, которая на тот момент была не познана мной. Истина об освобождении. Так что подготовка к пророческому служению включает в себя много факторов. Пятый пункт – это изучение Слова Божьего. Конечно, этот пункт превосходно исполнялся в моей жизни. Я глубоко изучала Слово Божие. Я помню, что когда мне было где-то лет около 20, 19-18, сейчас точно не помню, у нас не было никаких книг, никаких комментариев. Я решила сама написать комментарий к посланию коринфянам для того, чтобы послать в тюрьму одному новообращенному эти комментарии. Так что если говорить о том, что у меня не хватало Слова Божия, это была бы неправда. Я была глубоко укоренена в Слово Божие. Но это не мешало демонам, которые пришли по наследству, держать меня в заперти. Так что когда я получила дар пророческого служения, только несколько месяцев я пророчествовала, и потом этот дар как бы заглох. Меня очень смущала эта ситуация. Я умоляла Бога, я плакала, я постилась. Я брала семидневный пост об освящении для того, чтобы очистить свой разум, осветиться. Но это не помогало. Я чуть не умерла в посте, потому что у меня был очень истощенный организм, а сама я в это время весила всего 49 килограмм. Так что это не помешало демонам, то, что я постилась, знала Слово Божие. Но однажды я поехала в Молдавию, и я очень смущена была, и я попросила Господа, Дух Святой, открой мне, почему дары не действуют во мне? Ведь ты очень много даешь мне откровений во сне. Но почему не действует дар пророчества? Сестра видела видение по этому вопросу и сказала, я вижу, что Бог дал тебе две трубы, но обе они забиты грязью. Я долго думала, какой грязью. Что плохое я произнесла, потому что я соединяла это понятие с речью. Может быть, я где-то ругаюсь, я никогда не ругаюсь. Я даже не понимаю, что означают маты. Я никогда их не произносила. И как это могло случиться, что в определенный момент в моей голове зазвучали маты? Я была настолько шокирована, что практически потеряла себя. У меня было очень разбитое сердце. Поэтому я поехала к пророку, чтобы еще раз вопросить, «Господь, почему я слышу эти злые, грязные слова? Они не исходят от меня, я ненавижу их, но я не могу их остановить». И так как в нашей церкви не было освобождения, то пророк не мог получить весть об освобождении, он даже бы не поверил ей. И было такое слово «проси силы, чтобы избавиться от назойливых мыслей». Я так и сделала. Вдруг в мою жизнь приходит книжечка, которая называлась «Духовный авторитет». По этой книжечке, которую написала Петт Брукс, я поняла, что человек может быть подвержен демоническому влиянию по разным причинам, исходящим извне и по причине наследственности. Так что я начала отрекаться от корней прошлого, от немецких духов гордости, отрекалась от всех мусульманских духов. И Дух Святой мне иногда даже называл название этих духов, от чего я должна отрекаться. Но служение освобождения, к великому моему сожалению, в то время я не прошла. Я проносила еще много лет этой старой кости, от которых можно было бы испавиться. Этих интервентов, которые все время мешали мне познавать Бога. Я очень хотела служить в дарах, но не могла. Когда же, когда мне было уже 28 лет, я попала на конференцию Деррика Принца в Измайлова в Москве. И там Дух Святой обнаружил наличие демонов во мне. Так что я почувствовала, что в некоторых местах моего тела просто загорелся страшный огонь. Это был болевой огонь, например, в поджелудочной железе. И когда-то во сне я видела, что в моей поджелудочной железе находится бес, который говорил мне, если ты будешь изгонять бесов, я постоянно буду воспалять твою поджелудочную железу. Он так и делал. Вот что удивительно было для меня. После этой конференции и во время этой конференции из-за своего стеснения, стыда, из-за этой неправильной установки в моем сознании, что пятидесятники не могут иметь демонов внутри себя, я даже не подняла руку для того, чтобы подошли мне и послужили в освобождении. И мне было стеснительно и стыдно. Эта неправильная установка задержала меня от Божьего освобождения. Но через некоторое время Иосиф Степанович Беня, благодаря Иисусу, что он наш друг, он послужил мне в освобождении. И сильные духи наследственные вышли, такие как дух волшебства и другие. Выяснилось вот что, что моя бабушка воспитывалась у колдуни. То есть у нас было колдовское наследство даже со стороны бабушки. И так как я была много подвержена разным колдовским влияниям со стороны моих соседей, что потом выкопали родители, я вот несла такой груз по жизни. Но слава Богу, что он помог мне избавиться от этих проблем. Так что каждый раз, когда я проходила серию освобождения, Господь давал мне новый и новый дар. Это было удивительно для меня. Где-то пять раз я прошла служение освобождения, и вдруг открылись мои уста. И дар пророчества как будто прорвался, как поток. Я начала пророчествовать людям по пять минут. И Бог говорил такие тонкости об их жизни, которые я ни в коем случае не могла знать. Так что верьте Духу Святому. Если есть повеление, в 16 главе Марка бесов изгоняйте, делайте это. Не держите это старое наследство у себя. Зачем вам быть лишенными благодати Божией и даров Святого Духа? Так что пятый пункт. Приведите в порядок свое тело и свою душу. Еще очень важно, чтобы мы углубились в понятие истины. Чем больше у пророчествующего знания о Божьем Слове, познания глубин истины, тем больше пророческих откровений может преподнести Дух Святой через него. Некоторые люди говорят, проповедники пусть учат Слово Божие, проповедники пусть изучают, а мы будем сидеть и просто пассивно слушать. Пророк не имеет права быть пассивным слушателем. Он должен углубляться в Слово Божие лично, познавать Слово Божие лично, искать лица Божьего лично для того, чтобы быть эффективным служителем в Царстве Божьем. Почему это важно? Если человек не понимает Слово Божие, а Дух Святой в какой-то области не понимает Слово Божие, а Дух Святой хочет преподнести определенную истину человеку, ну, скажем, истина о вечере. И если человек вообще не понимает суть вечере, но Дух Святой хочет что-то объяснить о вечере через него, он не примет это откровение, потому что это откровение не согласно с его стандартами. Поэтому в Библии говорится о бастионах разума, с которыми мы должны распрощаться, и они должны быть разбиты. Так что мы лично, несмотря на уровень нашей Церкви, должны изучать Слово Божие, чтобы Дух Святой многогранно мог использовать нас. Очень важно, чтобы мы изучали о действии даров Святого Духа, чтобы мы могли тогда это все открыто принять. Благодарение Богу, что Он освободил меня, и теперь я могу служить в разных дарах. Пришел момент, когда я увидела сон. Когда это случилось? Я скажу, я где-то 8 или 9 раз прошла служение освобождения, и мне приснился сон. Я вижу, что на столе лежат 4 предмета, один из них очень сложный, и Дух Святой говорит мне, я слышу голос, говорит, я даю тебе 4 дара, иди и служи ими в Царстве Божьем. Теперь эти дары больше функционируют в служении освобождения. Я вижу видение, или имею слово знание, или истолкование, или пророчество. Но потом пришел момент, когда Господь сказал мне, я даю тебе помазание для того, чтобы ты... Это было сказано через одного американца, который меня вообще не знал. Я молилась об этом помазании. Я говорила, Господь, я преподаю в пророческой школе, но дальше теории я не иду. Дай мне помазание, чтобы я могла возлагать руки на людей, и чтобы это помазание содействовало активизации, активации их даров, которые они уже имеют внутри себя. И вот приехал американец и говорит, молился за меня с пророчеством и сказал, Господь дает тебе помазание, ты будешь молиться за людей. И это помазание будет наполнять их, они смогут пророчествовать, и смогут получать другие дары откровений. Я приняла это верой. И поскольку я приняла это верой, я просила это, я получила это через откровение, как Павел говорит, возгревай дар, который дан тебе через рукоположение. Он возлагал на меня руки, чтобы это помазание умножилось во мне. Я стала молиться за людей после лекции о пророческом служении. И к моему великому удивлению и радости, люди получают по два-три дара вместе. Иногда я даже говорила Богу завистливо, Господь, они видят такие яркие видения, они слышат голос, толкование во время видения. А я не вижу это. Мои видения очень краткосрочные, прозрачные, но они всегда четкие и конкретные. Так что доверяйтесь Святому Духу. Что еще удивительно, во время своего служения миссионерского в Сибири и на Украине я постоянно служила в освобождении. Я постоянно служила в освобождении с великим успехом. Господь давал откровения, но я сама тоже нуждалась в освобождении. И пришел момент, когда Бог сказал, хватит, теперь прекрати служить, я хочу полностью освободить тебя, как личность, твое тело от всех демонических зависимостей, чтобы дать тебе полноту откровений. И действительно, когда я прошла еще серию освобождения, Дух Святой настолько наполнил меня, что дары начали действовать более активно. И теперь Он употребляет меня для славы своей. Хотя я не собираюсь возвышаться ни в чем, не собираюсь никогда никого унижать, потому что Слово Божие говорит, славы моей не дам никому. Павел говорит, я преклоняю колено мои перед Господом Иисусом Христом. Я хочу делать то же самое. Я хочу преклонять колени мои только перед Господом Иисусом Христом, а не перед мнением человеческим. Поэтому я изучаю мнение Библии, для того, чтобы оно гнездилось в моем сердце, удостоверяло меня в истине. Так что, дорогие пророки, если вы хотите быть использованным Духом Святым, вам нужна всесторонняя подготовка. Доверьтесь Иисусу Христу, любите Бога и живите чистой, совершенной, святой жизнью. Без святой жизни не может быть пророческого служения. Будет путаница, будет хаос, вы принесете больше проблем в церковь, чем помощи. Храните себя от идолов. Посвятите свою жизнь целиком Христу, для того, чтобы вы могли быть использованы Духом Святым. Спасибо, что вы были с нами на влиянии. Да благословит вас Господь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!